Привет! В эфире новости объединения церквей Краеугольный Камень и с вами Ксения. В этом выпуске вы увидите день рождения церкви Иркутск, выездной класса освобождения Новосибирск, благотворительная акция «Доброе сердце Тверь», лидерское служение «Санкт-Петербург». А теперь обо всем подробнее. День рождения всегда полон радости и веселья. Приходят дорогие нашему сердцу друзья и дарят подарки. Но этот день рождения стал особенным. Бог подарил своей церкви здание. 1 ноября в городе Иркутск церковь Краеугольный Камень отметила свой восьмой день рождения. Это начало чего-то нового. Новые возможности для работы Духа Святого. Новые возможности для делателей на Ниве Божьей. На восьмилетие церковь приняла подарок от своего лучшего друга – Господа. Он подарил ей свое здание, в котором и проходило празднование. На торжественном открытии храма косяки были помазаны елеем, и Духовный совет благословил его для спасения людей. Все гости разместились в большом и светлом зале, в котором более 400 мест. Множество друзей пришло поздравить церковь. Пастыри приехали с поздравлениями со всей Иркутской области. Служения подготовили в восхитительные номера. Прославление, поклонение Богу-Творцу, бесконечная хвала – вот что должно быть в Доме Божьем. Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Подробнее о том, как прошел выездной класс освобождения при церкви Краеугольный Камень города Новосибирск, далее. На два дня помещение гостиничного комплекса стало местом, куда приехали около 80 человек, чтобы через общение со Святым Духом обнаружить корни своих проблем и одержать победу над ними. То есть выездной класс очень эффективный. Вопрос ведь не в том, получил человек освобождение или нет. Вопрос в том, сохранит ли он эту чистоту дальше. Потому что за нас может помолиться самый помазанный служитель. Мы можем побыть на самой вселенской конференции какой-нибудь веры. Но никто за нас шаги веры-то не будет принимать. Никто против греха за нас. Мы можем быть вдохновлены, мы можем быть мотивированы. Но дальше все зависит от людей. Выездной класс освобождения направлен на то, чтобы каждый человек мог понять духовные принципы и последствия, которые приходят в случае их нарушения. То место, то время, когда можно на самом деле подумать и вспомнить все свои неправильные мысли, неправильные жизненные моменты, когда я отходил от Слова Божьего. Здесь каждый может исповедать свой грех пред Господом и получить свободу, чтобы противостоять различным искушениям и греху. После расселения по комнатам все присутствующие собрались вместе, молились и поклонялись Богу. Антон Гит и Вадим Литвинов в первый вечер и утром второго дня говорили о Божьей любви и о важности понимания того, что Иисус сделал для тебя на кресте. Классы, допустим, как этот класс выездной, они очень как бы такие нелюбимы, как посещаемы за счет того, что мы не останавливаемся, мы продолжаем грешить. И люди, которые уже во Христе несколько лет, они посещают два раза, иногда три раза. То есть я не отслеживаю какую-то тенденцию, мы позволяем любому человеку. Но опять же, если мы говорим о классах таких, как Библия или членство, ну их достаточно посетить один раз, но иногда люди приводят своих друзей, второй раз присутствуют на классе или просто он хочет освежить. Конечно же, это можно сделать, но материал разработанный, в принципе, учится он всегда одинаково. Ну, единственное, что проповедники или служители, которые учат, это не машина, они все равно какие-то отклонения делают. Каждый человек состоит из трех частей – духа, души и тела. И они нуждаются в постоянном освящении, а освящение происходит посредством Слова Божьего. Первый раз было покаяние, мы были чистым листом, но жизнь идет, и жизнь продолжается, и мы все равно где-то в чем-то ошибаемся, где-то какой-то грех, и он может быть, мы даже не замечаем вот этих мелочей, а он как ком накатывается, накатывается, и, значит, на классе освобождения ты просто можешь увидеть это и освободиться от этого, покаяться по-настоящему перед Богом и получить свободу. Именно об этом учил в субботу пастор Сергей Непомнящих. Затем каждый присутствующий мог написать на специально подготовленном листке свои грехи и исповедаться в них. Пастырь молился за людей и после чего прикреплял эти листки на крест, символизируя этим победу Иисуса Христа над грехом. Бог даровал нам спасение, и благодати достаточно для всех нас. Бог призывает нас делать добро, а то, что мы можем делать, так приятно получать людям, живущим в нужде. 25 октября инициативной группой «Ковчег» была проведена благотворительная акция «Доброе сердце». Стараниями исполнителей «Ковчега» при сотрудничестве ряда предпринимателей и компаний города Тверь было укомплектовано 50 продуктовых наборов для передачи нуждающимся. Молодежная группа подготовила и показала концерт «Твори добро». Более 40 человек были охвачены проектом и получили материальную помощь. Оставшиеся продуктовые наборы будут разведены тем, кто не в состоянии прийти. Я, Валентина Николаевна, пришла на акцию «Доброе сердце». Это очень нужное, важное и хорошее дело для молодежи, и особенно для тех, кто в этом нуждается. Для обиженных, малоимущих – это большая поддержка. Большое вам спасибо. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Вместе мы сделаем больше. Для того, чтобы лидер был эффективен, он должен видеть, куда идет, и лидерские собрания помогают не сбиться с пути. Это было необычное лидерское собрание. Пастор церкви «Краеугольный камень города Санкт-Петербург» Сергей Кубасов поделился словом о духовном влиянии на жизнь христианина, а также о том, что лидер – это ответственный и духовно зрелый человек, который стремится к личностному росту. После мы смотрели проповедь старшего пастора Объединения Церквей «Краеугольный камень» Сергея Непомнящих. Он говорил о духовном лидере. Задача каждого из нас – стремиться к росту в Господе, чистоте, любви. Наша жизнь – это жизнь по Слову Божьему, и значит, наши поступки должны соответствовать написанному в Библии. На сегодня все. Эти и другие новости смотрите на сайте Объединения Церквей «Краеугольный камень». До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова